Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сидим, как всегда, за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. И очень приятно, что некоторые события выходят далеко за его пределы. И сегодня у нас есть представители такого вида спорта, о котором мы будем говорить. И очень приятно, что не просто представители, а воспитанницы со своим тренером – это люди, которые совместными усилиями, но прежде всего, конечно же, сама наша гостья, стали победителями первенства Московской области по борьбе с самбо. И так, как говорят в таких случаях, встречайте. Кира Калинина, спортсменка Федерации самбо городского округа Люберцы, член сборных команд Московской области по самбо и дзюдо, победитель первенства Московской области по борьбе с самбо. И тренер Виктор Олегович Худяков, тренер по самбо, председатель Федерации самбо городского округа Люберцы. Вроде бы все правильно сказал, да? Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, с победой вас! Спасибо! Ну, как там представить себе? Ну, ладно, мальчишке – это как бы самбо хвилил, и то не каждого научишь. А вы-то, Кира, ну зачем вам дзюдо, самбо? Ну, не знаю, не всегда. Кто привел? Папа? Ну, нет, мы сначала присматривали, то есть папа сказал, чем хочешь, ну, что тебе нравится, тем и занимайся. Мы много искали секций, и когда я пришла… Именно спортивных? Именно спортивных секций. И когда я пришла, мне очень нравится с мамой атмосфера, ковер, и у меня всегда такая маньяка. Может быть, фильмы вот эти? Ну, нет, почему нет. Там уж красиво все. Я уж не знаю, что показывать, у меня как сейчас такое среднее между каратэ и садой на свете. Но если говорить серьезно, атмосфера понравилась. То есть те люди, которые там вас встретили, и вам захотелось остаться. Когда это было? Я пришла в 6 лет, это было в Перово. Я там занималась года два, и потому что было тяжело ездить, я перестала заниматься. А потом, в один прекрасный момент, меня пригласили сюда. Да. Я пришла, и мне понравилось. А тут вас встретили хорошие люди. Вот сейчас мы сразу Виктора Олеговича спросим. Целое слово «федерация» знаете, сразу вот хочется так по стойке смирно стать, тем более самбо и дзюдо. Лучше сразу по стойке смирно. Когда, какова история вот этой федерации, почему она образовалась? Я знаю, что у нас спортивный городской округ, но тем не менее, это же трудно так вот сразу. Да, ну на самом деле у нас в Люберцах традиции самбо, они уходят еще в 50-е годы 20-го века. Потом был некоторый период застоя, и вот в конце 90-х, наверное, уже появились несколько секций, которые развивали и культивировали этот вид спорта. Получилось достаточно случайно само создание, сама история создания. Дело в том, что вот наш представитель спорткомитета Сурков, Владимир Владимирович, так как-то меня мягко к этому подтолкнул. Поняли, что это действительно та схема, которая позволит развивать свой вид спорта. Мы собрали под своими знаменами действительно людей, которые болеют этим видом спорта, которые живут им. И получилась, на мой взгляд, такая интересная история, которая... То есть практически как клуб, да, такой, людей, которые заинтересованы в общем деле. Да, у нас 7 тренеров, 7 залов в городском округе. Соответственно, мы, ну и Владимир Петрович Ружицкий там в свое время, у нас была такая процедура, мы подписывали меморандум. Всероссийская федерация самбо и администрация городского округа Люберцы. И вот Владимир Петрович сказал, в каждом районе города должен быть зал самбо. И мы действительно идем по этому пути. Немножко пандемия нас остановила в плане развития, но... Ну да, контактный же вид спорта. Вы знаете, мы нашли же себе применение. У нас в городе более 30 человек, наших членов федерации, участвовали в оказании волонтерской помощи. И каждый день машины ездили, развозили продукты, лекарства. То есть это был действительно такой подъем, объем большой работы выполнили. Ну, помимо этого, конечно, были тренировки. Я так понимаю, что и тренировки, наверное, и сейчас уже, после того, как мы вышли, что называется, в люди. Вы, понимаете, тренируетесь только вот в зале или дома тоже приходится что-то? Зарядку вы делаете утреннюю? Вот я с большим трудом. Много работаете над собой? Ну, достаточно. И насколько вам это нравится? Вот, может быть, поделитесь секретом, как... Вот что такое настоящий спортсмен? Мы же видим, самые разные виды спорта достигают только те, кто, зажавшим, называется, зубы, занимаются. Иногда даже, может, больше. Бывают случаи, что и тренер говорит, надо чуть поменьше, потому что нужно, чтобы не загнать себя. Характер должен быть. И это даже чисто, не знаю, психологически должно так сложиться. Всегда у меня на первом месте были тренировки и работа над собой. А скажите, а сколько времени уходит на тренировки? Как вообще процесс построен? Три дня в неделю я занимаюсь. И в субботу, в воскресенье хожу, там, бегаю. Ну, физическое, да? Ну, держу форму. А велосипед есть? Да. А бассейн? Бассейн пока нет. Понятно. Хорошо. Виктор Олегович, скажите, пожалуйста, вот Кира, она ваш победитель на сегодняшний день. Я уверен, что их много разных, разного уровня. Сегодня девочка, девушки, женщины, да, это не какая-то тайна. Они активно участвуют, да, в таких вот видах спорта. И в кино это культивируется в какой-то степени. Ну, то есть такое, да, равноправие полов. А вопрос будет такой к вам. Не считаете ли вы, что мужская составляющая планеты как слабее становится? Вот женщины у нас потихонечку все отбирают. Женщина становится сильнее мужчины? Выносливее. Она будет 24 часа, если нужно работать. Вы знаете, есть свои плюсы в работе с девочками и с мальчишками. Дело в том, что у нас группы смешанные, и мальчики, и девочки. Поэтому, наверное, с одной стороны вы по адресу обратились со своим вопросом, а с другой все-таки у нас тот вид спорта, где вот эта составляющая характера, она очень важна. И конкуренция среди мальчиков и мужчин такая, что там нет таких людей, которых можно причислить к слабеющему. То есть правильно я понимаю, что такие замечательные спортсменки, как Кира, они еще являются таким вот способом провоцировать на то, что если вот, а ты что, давай, давай, достигай в спортсменке. Понятно, что там разные, я так понимаю, группы, разные соревнования происходят. То есть друг за другом тянутся, можно так сказать? Абсолютно точно, да. Причем это связано с развитием. Девочки, мальчики развиваются по-разному. Девчонки, они раньше формируются. И вот даже если взять группу одного возраста, то у нас девочки там на данный момент результат повыше показывают. Ну, во-первых, есть конкуренция определенная в виде спорта, она у девочек чуть-чуть слабее. Но есть и другие, у них в свою очередь есть сложности там в подготовке. Но девчонки раньше формируются, они у них мозги работают, раньше начинают работать, чем у парней. Приятно услышать, да, это из уст мужских, да? Да, они действительно на данном этапе лучше готовы. То есть у них по-другому логика выстроена. Да, побеждает тот, кто на данный момент лучше готов. Вот девчонки у нас на данный момент лучше готовы. Это не означает ничего ровным счетом, потому что парни, они подтянутся. У них сейчас идет период такой формирования. То есть чуть медленнее, но потом дадим жару. Да, они уже потихоньку подтягиваются. Даже сейчас по последнему первенству области, если посмотреть, мы привезли туда 7 мальчишек. Из них в пятерке лучших в своих весовых категориях шестеро. Один у нас недовесок был, он там в весовой категории 31 кг, он с весом 27, беднягая. Конечно, ему было трудно. Остальные все проборолись. Два пятых места, два третьих, одно второе. Там немножко нам не хватило каких-то деталей. Но это все предмет работы. Это здорово. Тот возраст, в котором мы только-только начинаем. А Кира уже в свою очередь, она уже на данном этапе больше-больше готова. И она просто выстрелила там вообще. Ну, и когда заказов она уже звезда. Чего уж там греха-то таит. Вы не можете это сказать, я бабуль. Для того, чтобы ей быть звездой. Ей еще надо лет 10 попахать как следует. Но у нее есть все для того, чтобы стать звездой. У нее интересная очень семейная история. У нее папа мастер спорта по боевому самбо. Тренер, который работает в 54-й школе в Октябрьском у нас. Вот. И у нее есть пример, за которым можно тянуться. И поэтому я думаю, что у нее все впереди. Вот скажите, а папа наблюдал за вашими выходами на ковер? Ну, да. Он поддерживал меня постоянно. Ну, что, подсказывал? Поддерживал. Ну, если есть возможность поехать, он всегда со мной ездил. Но даже если нет, то я знаю, что он все равно меня поддерживал. Понимаете, просто папа, который мастер спорта, у которого девочка, это же как надо было, какое у него было счастье внутреннее, как он гордился, что... Ну, понятно, что есть и мальчик, да, как бы сам Бог велел. А тут как бы девочка, и, да, с мальчиком же можно и побороться. С девочкой ты особо, ну, вначале не будешь бороться. Очень важно, я хочу вам вопрос адресовать. Вот самбо, дзюдо, что здесь важнее? Все-таки физическая подготовка, да, правильное питание, правильно выстроенная тренерская программа? Или существует какая-то логика, когда нужно думать и понимать, как правильно вести эту битву? Ну, скорее всего, логика, потому что физическую форму можно набрать, можно перестать что-то есть определенное. А вот именно это должно быть у тебя уже в голове заложено, что ты настраиваешься на хорошую борьбу. То есть, если ты настроился на то, что, ну, навряд ли мне что-то выйдет, то вот так оно и пойдет. Вот выходит какая-нибудь соперница к вам, да, вы же ее как-то оцениваете. Ну, тренер, весь коллектив, все, кто с вами, они ровно до той минуты, пока вы не выходите на ковер, и уже никто вам не поможет, да. Вот вы чувствуете, я ее сделаю сегодня, я знаю, я чувствую. Вот вы атмосферу, понимаете, как вы логику своего боя будете выстраивать? Ну, если они сейчас стоят со мной на ковре и борются, значит, они тоже прошли какой-то уровень и... Ну, страшно бывает, когда, вот, понимаете, что-то она мне не нравится, что-то вот не пойдет у меня. Ну, даже не страх, а сомнения. Сомнения. Даже большинство не нравится. А что, нужно коснуться первый раз друг друга, чтобы понять, что есть шансы? Хотя я сейчас чисто психологический, спортивный разговор. Ну, даже прочувствовать, наверное, то есть посмотреть, какую борьбу она ведет, а потом уже устраивать какие-то свои действия. Очень много смотрю, там, Олимпиад. Ну, бывало такое, что вот вы вспоминаете вдруг во время, да, это же секундный, да, и вдруг вы вспоминаете какой-то такой момент, и именно он срабатывает, и все пошло. Ну, именно когда я вспоминаю какое-то действие, то есть, допустим, не знаешь, ну, как выстраивать борьбу, а потом вот именно вот это даже либо страх, либо какой-то вот, вот, все равно терять мне уже нечего, нужно делать. Выживание. Ну, да, выживание. Хорошо. Виктор, вот я сейчас специально этот вопрос адресовал. Я интересно было послушать, кстати. Я же правильно понимаю, что такие, в общем-то, ну, элитарные с точки зрения видов спорта – самбо, дзюдо, где красота, движение и ум. В общем, многие люди думают, что если борьба любая, сейчас их много разновидностей, от самой легкой до самой жестокой, да, жесткой, скажем неправильно, жесткой, там же еще очень много ума надо, чтобы разобраться в конкретной ситуации. Как вот вы надо, как выстраиваетесь с детьми эту работу? Я вообще считаю, что интеллектуальная тут составляющая, она на первом месте. У нас даже был пример такой спортсмена, который приехал из одной из республик к нам, и, значит, начали работу с ним, и он задает вопрос, с чего начнем? Я говорю, начнем с того, что ты будешь читать книги. Тренер, зачем мне книги? Я приехал бороться. Дайте мне что-нибудь помять. Я говорю, пойми правильно, если ты не научишься думать, если ты не научишься быстро соображать, нам с тобой говорить не о чем здесь, в зале. Понятно, понятно. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, что сегодня мы говорим о замечательной спортсменке, прежде всего, Кире Калининой. Рядом с ней тренер Виктор Худяков. И говорим о том, что в городском округе Люберцы есть чемпионы. Напомню вам, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Кира Калинина, спортсменка Федерации самбо городского округа Люберцы, член сборных команд Московской области по самбо и дзюдо, победитель первенства Московской области по борьбе самбо, с чем мы поздравляем Киру. Поздравляем всю первую часть и будем вторую часть поздравлять. Ну и также рядом с ней Виктор Олегович Худяков, тренер по самбо, председатель Федерации самбо городского округа Люберцы. И вопрос, который я не мог не задать, но чтобы это было посимпатичнее, все-таки во второй части. Как же так, самбо и дзюдо? Почему? В чем месте вроде как, а вроде как и не в месте. Потому что до сих пор многие не в курсе. А почему я этот вопрос адресую? Потому что нас сейчас смотрят люди, которые захотят к вам привезти своих ребятишек, может быть, спортсменов будущих. Ну, есть ряд отличий. Отличия, прежде всего, они касаются правил, формы одежды. Но, откровенно говоря, на первых этапах обучения борьба в одежде и самбо и дзюдо, они очень похожи. Идентично. Да. То есть, если говорить о этапах начальной подготовки, то мы все-таки учим бороться в прямой стойке, комбинации вперед-назад атака, высокая-низкая атака. То есть, мы учим детей правильным передвижением, учим чувствовать своего соперника, своего партнера. И для нас большой разницы нет на начальном этапе. Дальше, когда идет этап уже спортивной специализации, мы смотрим, у кого-то больше идет под дзюдо. Например. То есть, у вас есть возможность выбора. Да. В дзюдо, понимаете, такая история, там нельзя брать ноги. В самбо есть много борьбы. В партере тоже больше борьбы именно в самбо. Поэтому мы смотрим уже на характеристики. Ведь, чтобы мы не закладывали в ребенка, это тот вид спорта, наш вид спорта, он подразумевает такой момент, что человек все равно свое что-то туда привносит. Вот как самбо образовался вообще, как вид спорта, вот он в себя вбирал все отовсюду. Так и сейчас, так же любой человек приносит что-то свое. Я его буду учить одному, но что-то в нем, в ребенке может выстрелить то, что вот как он чувствует, как он видит. И это вполне вероятно будет приносить результат. Нужно это разглядеть в человеке. Вот сейчас нас слушают. Куда могут привести, какие-то у вас просмотры бывают, как это происходит? У нас открыт набор практически во всех отделениях. То есть в основном залы находятся в общеобразовательных школах, ну и в разных районах, соответственно. У нас есть сайт федерации в социальных сетях, мы очень активные. То есть там можно либо записаться, найти вас. Там самбо.люберс достаточно вести и там в инстаграме мы вообще стараемся все, что происходит в федерации, все, что происходит у нас, мы стараемся публиковать. Сейчас, на мой взгляд, то время, когда для того, чтобы привлечь детей в свой вид спорта, нужно выходить из залов, рассказывать. Мы стараемся участвовать на различных открытых площадках. Спорт в каждый двор, спорткомитет проводит различные мероприятия городские. Мы везде стараемся быть активными, показывать свой вид спорта. Вас видно, вас можно найти. Вот еще такой один вопрос, потом перейдем к Кире и все-таки пусть нам расскажет с радостью, что она столько замечательных принесла медали и вот этот кубок. Вопрос такой. Многие родители, вы знаете, условно делятся, прежде всего родители, даже не дети, на гуманитариев и технарей. То есть многие считают бокс, силовые виды спорта, тяжелая атлетика, борьба самая разнообразная. Конечно, что это вот как-то может повлиять, что ребенка со психикой, что-то может быть, да, и так далее. Ну, то есть может не очень хорошо на его организме отразиться. Уж лучше пусть он и даже в футболе, им почему-то кажется, что если ногами, то как-то это менее опасно, чем, скажем, в боксе. Вот как можно развеять эти вещи? Потому что мне всегда казалось, что борьба вот самбо, дзюдо, это какая-то такая гибкость человеческая. Для меня, в общем, совершенно невероятная история, потому что работать над собой нужно было раньше и дольше. Вот как вы ответили бы этим родителям, которые переживают, что обдруг с ребенком сломается, короче говоря? Я часто отвечаю на эти вопросы. Я отвечу, наверное, да. На психику точно повлияет. Хороший, хорошая сторона. Обязательно повлияет. Обязательно с хорошей стороны, потому что современный ребенок, ну вот раньше, допустим, самбо брали с 10 лет. Потому что дети были активные, дети играли во дворах, дети бегали, дети подвижные игры были вовлечены. Сегодня этого нет. Сегодня наши дети вовлечены в компьютер, в телефон. Все. Вы посмотрите на уровень подготовки тех же 10-летних детей, которые не занимаются спортом. С ними в 10 лет уже заниматься достаточно поздно. Поэтому спорт помолодел, самбо помолодел. Сейчас уже есть группы спортивно-оздоровительные, чуть ли не с 5 лет, которые дети развивающие занятия. Понятно, что это не самбо. Это игровые формы, это какое-то развитие физическое, это умение владеть своим телом. Дальше первые шаги в самбо. Это я просто рассказываю про наш вид спорта, и потом мы перейдем к ответу на ваш вопрос. Первые шаги в самбо – это умение правильно падать, самостраховка. То, что нужно каждому человеку вне зависимости от возраста, уровня подготовки. Потому что упасть человек может везде. И вот умение группироваться, умение правильно падать – это первая основа, с чего начинается вообще наш вид спорта. Второе – это общая физическая подготовка. Акробатика. Дальше. Навыки самообороны. Ведь не случайно самбо произошло от слова «самозащита». Да. То есть мы прежде всего ставим не победу над соперником, а умение постоять за себя, обороняться. Дальше уже все это очень этапно. На самом деле люди, которые создавали самбо, они предусмотрели все этапы. То есть на каждом этапе каждый человек получает для себя то, что ему нужно. И только в конце уже начинается соревновательная деятельность. Уже мы едем там, соревнуемся, медали получаем. Но для этого уровня надо дойти. Ну, в итоге получается смысл, ведь все-таки это не игровой вид спорта, где есть коллективистов, хотя здесь тоже есть коллектив, тренеры, целая команда. Я имею в виду, что на выходе у нас человек гибкий с точки зрения всего. Быстрой реакции ума, выбора позиции, выбора правильного, как это называется, движения, действия, тактики. Да, может быть, она может, в данном случае, Кира может принять какое-то решение, тренер подует божьему, а в итоге получится, что она была права, потому что она там, она там ближе и так далее. В общем, уважаемые родители, подумайте. Самое главное. Да, это такая история, что вполне может вашего сына или дочи изменить в лучшую сторону. Самое главное, вы сказали, вот многие люди, единоборство, все в одну кучу мешают. Они понимают, что, допустим, тот же самбо, я не говорю про боевое самбо, я про спортивное самбо, там нет ударов, то есть там нет воздействия непосредственно в голову, когда там бьют ногами, руками, ну, это исключается полностью. То есть сам по себе вид спорта, он достаточно мягкий, особенно на первых этапах, он не подразумевает вообще травматичность. У нас травмы в основном от отсутствия дисциплины и от низкой, слабой физической подготовки. Поэтому элитарные, не просто люди, а делают так, чтобы победить без ударов. Это очень интересно, на этом надо задуматься. Кира, давайте мы перейдем. Начнем с самого главного. Кубок не просто так. Как вы его добились и кого вы там побороли-то? Где это было, расскажите. Это было в Дзержинке, спортивный комплекс «Союз». Так. Было соревнование, которое называлось «Гном». Начало хорошее. Все не так. Какая у вас была соперница? Ну, довольно-таки… То есть, давайте так, вы были уверены в себе или все-таки были сомнения? Сейчас можете уже сказать, тренер не слышит. Ты можешь сказать, что все-таки самое главное – это даже не кубок для тебя, да? Признайся честно. Ну, самое главное, да. Что все-таки тут есть одна медаль, которая ценнее кубка и всех остальных. Да, давайте медаль. Вот это вот самое ценное. А вы прям покажите, возьмите, вот мы, чтобы так. Это моя самая ценная. Можно я посмотрю? Да, можно. Подержусь за чемпионство. Всех. Это первое место, во-первых, в Московской области по самбо. Раньше я была только призеркой, вот, а это моя самая первая медаль, когда стала победительницей. А вот это какие ощущения? Я помню, Ирина Роднина плакала, у кого-то чуть ли не сердечные приступы бывают, такие микро, а кто-то не может даже на пьедестал выйти. А у вас были какие ощущения? Возвращаю. Ну, когда я уже остановилась время, то даже не во время награждения, а во время самой схватки, когда остановилась время, и уже было видно, что я веду, то есть небольшое облегчение. И когда уже подняли руку, то это даже больше такая радость небольшая, можно даже сказать. А тренер-то как радовался? Ну... Вы заметили, ну? Знаете, как вот на футболе показывают гол, всегда показывают сначала гол, ну, в прямом эфире идет как бы, а потом показывают в повторе всегда гол, и обязательно как тренер реагирует, потому что это как бы совместная проблема. Не дождетесь такого, не дождетесь. А какие были ощущения у тренера? Или вы уже знали, что она точно уже идет на выигры? Ощущение хорошо сделанной работы. Все. То есть мы на данном этапе, мы результат не ставим на первое место, мы больше говорим о качестве борьбы. Поверьте, даже после первого места на первенстве области нам было о чем поговорить в плане качества. То есть не дали даже девочек сказать, ну, как в Кенобе показали, молодец. Нет, нет, молодец сказали. Один раз только, да, сказали молодец? Вообще, ну... Но в следующий раз, да? Да, немножко скажу про нее, она вот после пандемии, у нее было 4 старта. 4 старта. Вот, собственно, почему Кира сегодня здесь с нами, потому что у нас много успехов в последнее время, вот, но у Киры было 4 старта, турнир в Твери по самбо она стала первой, потом первенство Московской области по старшим девушкам и юношам, это 2006-2008, она у нас 2008 года дополнительно под допуску боролась, там стала третий, потом турнир по дзюдо она выиграла в Союзе, и последнее, это вот первенство области. Из 4 стартов она... Это вот все медали эти... 3 первых места, и только по старшему году на первенство области она не стала первой, и то, я думаю, придет ее время, она там еще себя покажет в этой возрастной группе. Немножко мы оказались не в топе там. Два еще таких главных направления, одно спортивное, а другое, как это в интернете, пользовательское, сейчас поймете. Вот, если все-таки Кира выберет профессию спортсмена, это очень серьезная профессия, да? Мы же пока... Я думаю, что у каждого тренера внутри это как бы так вот, как называется, ёкает, а вдруг, да, там, футболист, хоккеист, тяжелая атлетика, да, весь профессиональный спорт – это отдельная история, это целую программу, можно об этом сказать. Но, предположим, вот выберет. Какой главный для спортсмена титул на сегодняшний день по дзюдо и по самбо выше? Когда вы вынуждены будете сказать, не просто молодец, а уж как там... Как мы перед передачей заметили, что-то налить в кубок, да? Да-да-да, лимонад. Лимонад, только об этом речь. Олимпиада по дзюдо и чемпионат мира по самбо. Но, на самом деле, и это не потолок, потому что после первой олимпиады бывает вторая, после чемпионата мира, а на следующий год будет еще один чемпионат мира. А у вас есть, Кира, вот сегодня я понимаю, что вы, во-первых, очень приятно видеть человека в таком возрасте, с абсолютно таким важным, профессиональным, осмысленным взглядом, и то, что вы говорите, очень нас радует всех. Есть варианты, что вы пойдете в этом направлении? Или пока вы еще... Нет, почему есть. Я хотела попробовать себя после того, как я уже пойму, что уже, ну, как бы я уже выступила, и все, что могла, сделала. Наверное, скорее всего, тренером. Тренером. Ну и последний вопрос, традиционный. Почему пользовательский? Потому что для тех, кто не понимает и далек от борьбы, но тем не менее кино-то смотрят, кто для вас чисто с киношной точки зрения наиболее близок, показывает эту борьбу в фильмах более-менее правильно? Не важно, сколько ему сейчас лет, но то, что вы видели, есть такое? Или вы считаете, что это киношные герои, они все не настоящие, а приходите ко мне, посмотрите, как я это делаю? Ну, это, наверное, мне кажется, это даже два разных, потому что в киношном там всегда они, как бы, ну, это, как бы сказать, более такой напоказ, то есть они это показывают, и они не, ну, как бы, то, что происходит на ковре, это совсем другое. Совсем другое. Совсем другая жизнь. Ну что, я даже не знаю, какое слово подобрать, очень доволен, мы заканчиваем нашу программу, я думаю, что, Виктор Олегович, это не последний ваш приход, вы хочется видеть все новых, новых людей. Да, новые события. Я не зря, не зря сказал про Олимпиаду, кто знает, вдруг будет приятно, а этот эфир-то сохранится, и потом посмотрим, окажется, что я был прав. Начнем с нашего тренера по самбо, представителя Федерации самбо городского округа Люберца, Виктора Олеговича Худякова, который пришел сюда вместе со своей воспитанницей, с победительницей, первенства Московской области по борьбе самбо, и еще все вот медали, которые здесь находятся, вы только что узнали, какие были соревнования. Спортсменка Федерации самбо городского округа Люберца, член сборных команд Московской области по самбо-дзидо Кира Калина. Спасибо вам большое. Ждем время, когда медали не уместятся на нашем столе. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова